здравствуйте дорогие друзья хочу вам показать какой у меня сад-огород в доме я вам показывала что черенковала петунию вот показывала как черенковать петунию три недели назад и хочу вам показать как она уже у меня укоренилась вот эта петуния в этом ящичке посмотрите я тут уже приготовила ее пересаживать эти какие тут корешки это петуния это петуния вегетативная размножающиеся только черенками вот за три недели она встретил такие дала корешки ну вот если еще взять сейчас какой-нибудь череночек посмотрим видите какая шикарная у нее корневая система череночки я брала молоденькие брала из маточников и ну выбросила маточники уже это вот такие уже череночки видите и так думаю что они все все уже укоренились вот эти сейчас я пересажу и опять же в эту емкость хочу сделать череночки из семенных петуний а вот это я вам показывала что брала перед тем как убрать уже петунию с улицы у меня были такие шикарные зеленые у нее листья это петуния тайдал вот такие черенки я их черенковала где-то в самом конце ноября вот посмотрите какие они я их сверху уже прищипнула и они такие стали пушистые всегда повторяю что это очень здоровая петуния тайдал среди как она хорошо нарастает какая у нее зеленая вообще листва видите зеленая яркая хотя черенки брали с улицы вот это вот еще видно вот уличный темный такой листик и как она тут уже у меня видите распушилась если сравнить вот эти черенки вегетативки я брала немножко пораньше делала ведь она какая-то как чуть-чуть болезненная но начну уже удобрять еще на нее напала беру белокрылка обрабатывала где-то дней 5 назад фитовермом листики вот поэтому пожелтели вот видите это вегетативная вот тут вот вся вегетативная корешки посмотрите какие хорошие это уже была пересажена наверно уже месяц назад она у меня укоренилась и пересажена вот так она растет корневая система везде уже хорошая немножко даже начинает закручивается но я еще подержу в этих 200 граммовых стаканчиков это вегетативная вот эта петуния тайдал у меня семенная тайдал черри ведь я говорила что такие шикарные очень много хороших кустиков но некоторые такие ей чуть-чуть задохлики вот один такой задохлик но его вытаскиваешь он как бы сидит но видите наверно будет развиваться вот они а вот тут петунию я вам показывала что брала вообще в начале декабря уже перед морозами это петуния тоже тайдал но тайдал сильвер у них листики отличаются тут листики такие более закругленные так что тут показать видите тоже она как бы стала когда я ее распикировала она стала как-то немножко чахнуть но потому что очень поздно укореняла вот еще старые листья мне пришлось ее поставить под вот в такой ящике накрыть крышкой и она видите как вот принялась тоже хорошо все вот эти сейчас старые листья я их все поубираю чтоб болезни не распространяли и тут вот у этой именно петунии получились какие-то такие посмотрите длинная ножка и там нет куда пустить ей новые эти побежек поэтому я вот верхняя немножко подращу ведь и старые листья какие подращу вот эти вот побежки и я ее учеренкую и она у меня будет новая зачеренкованная петуния ну тоже некоторые вот некоторые подросли вполне прилично знаете немножко конечно на неделю они позже посажены вот эта петуния которую я тоже черенковала но уже наверное неделю я ее пересадила стаканчики из тех вот у меня из рассадничка стаканчики видите уже корневую систему она пустила почти каждый это вегетативные почти вот каждый стаканчик уже видите начинается корешочки но везде у меня дырочки чтоб дышала вот вегетативная немножко в таком как-то листики не такие симпатичные вот тоже начинает обрастать некоторые я прищипнула чтобы они вверх не росли эти корешки потому что думаю вот у меня столько ее в ящике когда я ее распикировала я в ящик закрыла и накрыла ящичек крышкой чтобы им как бы немножко такой тепличный эффект был вот такие дела с моей петунии потом еще вот покажу как зашла у меня бегония это бекония pan american seed вот такая а мире гибрид пикоти и красная и красное кружево один посмотрите сорт зашел у меня пять все один зашел только три штучки но они выглядят по поживее ведь такие уже уже такие подросшие тоже бегонию сеяла просто по поверхности грунта и пульверизатором опырскивала и сделала вот такой вот техничку стояла у меня и стояла она у меня под светом где-то на день пятый появились росточки а вот такая вот бегония ампельная галатея но это дешевле белорусских рублях рубль если это стоило 390 это вот рубль это взошла только на и позже села это взошла вот тут только два семечка вот еще не растворилась только две маленькие еще раз . взошло пока подожду пока они тоже мне под цветами в тепличке тоже у меня вот тут черенкованная герань но это герань семенная осенью при обрезке обрезала в стаканчике в землю вот под цветом она у меня стоит тоже поздно осенью черенковала черенковала крупнолистную гортензию это такая белая если подкислять она будет вообще бело-голубой видите и она у меня стоит сухой воздух поэтому я ей вот такую делу не закрываю но вот такую маленькую тепличку было у меня их 8 штучек раз два пять осталось некоторые просто листики посохли ведь я вот накрываю некоторые банками и вот так вот не полностью она у меня накрыта и вот тут как-то больше черенковались верхушечные черенки они лучше себя чувствуют и вот опять же моя питунья тайдал из черенка вообще просто замечательная настолько хорошо обрастает вот это именно тайдал черек вот эти сейчас я пересажу и на черенкую тайдалов вот этих тайдалов сильверов чтоб вот такие не были вытянуты и вот это можно на черенок взять и тут отсюда будут расти у меня молоденькие питуньки и уже наверное ну же числа пятнадцатого буду начинать сеять семенную питунью спасибо за внимание до новых встреч